Неправильный код доступа. Введите код. Юлия Латынина. Код доступа с Юлией Латыниной. Добрый вечер. В эфире Юлия Латынина. Программа «Код доступа». Телефон прямого эфира 363-36-59. СМС-ки присылайся по 985-970-45-45. Еще раз повторяю. Телефон прямого эфира 363-36-59. СМС-ки 985-970-45-45. Конечно, сначала по количеству вопросов абсолютно лидирует появившееся на этой неделе письмо в коммерсанте Виктора Черкесова, главы ФСКН, с призывом жить дружно. Письмо, судя по всему, стало еще большим информационным поводом, нежели предшествовавший ему эпизод войны спецслужб, арест генерала ФСКН Бульбова. Надо сказать, кстати, очень много людей и на прошлой неделе писали об этом аресте, и даже какой-то очевидец ареста мне написал и оставил свое письмо на сервере. А поскольку у нас грохнулся сервер, то и письмо погибло вместе с сервером. Может быть, напишет еще, если меня слышат. Так вот, возвращаясь к истории с арестом генерала ФСКН, оно даже оказалось менее информационным поводом, нежели письмо, потому что генералов у нас спецслужб время от времени арестовывают, а чтобы генерал спецслужб писал письмо, это редкость. Потому что есть правило спецслужб золотое, если есть что сказать, молчи. А если нечего сказать, молчи тем более. Тем паче, что есть еще более золотое правило при Путине, что все вопросы решаются камерно, и все доклады делаются Путину. Если доклады делаются в газете Коммерсанта, такое впечатление, что человек просто не может дойти до Путина. Я уже говорила, собственно, с чем связана история войны спецслужб. Разбирались за таможню, разбирались за самого президента. Говорила о том, что президент поощряет разборки между двумя спецслужбистскими кланами, как способ разделения власти и способ пребывания осведомленным. Поскольку объект разборок таким образом совершенно не печатен, то не совсем понятно, о чем писать публично. Но и вот все равно, представляете, как если Дон Карлеони разбиралась с Доном Таталья за контроль над Нью-Йорком, и Дон Карлеони выступил бы в печати с письмом о необходимости крепить имидж корпорации. Собственно, как я уже сказала, на прошлой неделе я говорила об истории всей этой драки. И поэтому немножко хочу теперь сказать, что такое представляют собой те две стороны, которые дерутся. И первая сторона, которая обычно связывается с именем Игоря Сечина, могущественного замглавы администрации президента, человек, которого многим называют не первым главой в государстве, но уж и не вторым лицом в государстве, но уж и не вторым. И неким коллективным руководством, среди которого, наверное, первое место все-таки занимает Виктор Черкесов по степени приближенности к президенту. А дальше следует глава службы безопасности президента господин Золотов и глава ФСО Муров. Ну, первая сторона, кто они? Это, во-первых, конечно, люди, которые сожрали ЮКОС. То есть это люди, которые не умели руководить бизнесом, не умели даже руководить государством, но они умели бороться с врагами. И они сделали такую ситуацию, что у президента все, кроме их, стали врагами, и что имущество тех, кто был объявлен на рогами, в частности, Ходорковского, досталось, естественно, друзьям. То есть над Россией была проделана операция, ну, нечто похожее с тем, что сделали большевики. Вот в 13-м году Россия была накануне взлета, у нее был нормальный бизнес в 1913 году, нормальная интеллигенция, нормальная свобода прессы и даже дума. И большевики со всем этим покончили, зато забрали все себе. Вот точно так же в начале 2000 года у России были более или менее вменяемые, вернее, скажем, даже менее вменяемые, чем более олигархи, которые уже покончили с накоплением активов и пытались увеличить цену собственных компаний. Для этого им надо было сделать эти компании прозрачными. Этот процесс был остановлен. Россия стала, опять, абсолютно непрозрачной страной, в которой большинство активов принадлежит государственным компаниям, которые председателями совета директоров, которого, однако, являются люди, близкие к президенту и, соответственно, не заинтересованные в прозрачности этих компаний, но сидящие на финансовых потоках. То есть эти люди, которые превратили страну со свободным бизнесом в страну, где президенты спецслужбы управляют всем, но это все, это просто сырьевой придаток, как они говорят, энергетическая сверхдержава. Другой эпизод их карьеры. Беслан. Беслан история, которая показала, что там, где эти люди должны быть специалистами, то есть в борьбе с террористами, их абсолютную профнепригодность. Они побоялись сделать главное, что написано во всех учебниках, вступить в технические переговоры с террористами с целью подготовки штурма и освобождения как можно большего числа людей. Но они не побоялись уничтожить террористов вместе с заложниками, тем самым уравняв себя, в общем-то, с Басаевым. Уравняв себя с теми, кто хладнокровно шел убивать людей. Слушаются ли эти люди президента? Президент считает, что да, президент, видимо, считает, что он ими манипулирует. Но напомню по этому поводу историю, связанную все с тем же эпизодом борьбы спецслужб, когда в рамках драки между сотрудниками ФСКН и, собственно, ФСБ за таможню началось таможенное дело о поставке о так называемых китайских трусах, когда в находке хлопнули целый вагон, несколько вагонов контрабанды, которые шли в адрес воинской части, за которой срывался отдел снабжения ФСБ, то поэтому и, в частности, по ряду других эпизодов были уволены Путиным лично указом несколько генералов ФСБ, и спустя несколько месяцев они продолжали оставаться на своих должностях, а один из них, господин Купряжкин, начальник управления собственной безопасности ФСБ, сидит там до сих пор. Может быть, вы скажете, что это только в верхах такое происходит? Да нет, вот известная история с сотрудниками, с сотрудником ФСБ Сливкиным, который вместе с другими офицерами, Сачковым и Фроловым, украл дагестанца, банкира Алиева. Этого дагестанца случайно освободили во время спецоперации, потому что этот сотрудник ФСБ перепродал дагестанца чеченцам, а чеченцев решили брать в рамках дела об убийстве Пола Хлебникова. Взяли освобожденного заложника, говорят, ну, сейчас мы чеченцев посадим за то, что они заложника украли, а заложник говорит, да нет, меня чеченцы спасли, а украли меня офицеры ФСБ. Короче говоря, судили офицеры ФСБ и, как вы понимаете, освободили. То есть, получилось, что офицерам ФСБ воровать людей можно. То есть, еще раз повторяю, это люди, которые превратили страну в Венесуэлу, при том, они не исполняют своих обязанностей. С Бесланом они не смогли ничего сделать. Чечню вместо них замерил Кадыров. Как они работают с боевиками, видно по Ингушетии. Зато они отчитываются в том, что они за год предотвращают 300 терактов и предотвратили, в частности, теракты на саммитах в Сочи, Санкт-Петербурге и Самаре. Вот это одна сторона конфликта. Другая сторона, это, как я уже сказала, прежде всего ФСКН во главе с господином Черкесовым. Труба пониже, дым пожиже, доступ к президенту хуже. Даже есть некоторые заслуги, я бы сказала. Именно ФСКН в рамках оперативного сопровождения делах трех китов, насколько я понимаю, прослушал господина Устинова. Тогда бывшего генеральным прокурором и результатом прослушки этих разговоров между ним и Сечиным явилась отставка Устинова. За что, собственно, сейчас генерал Бульбов, видимо, и поплатился. Ну вот я смотрю, какие поправки ФСКН принимал в течение нескольких месяцев просто в закон о наркотиках, по профильной деятельности. Поправка первая. Под предлогом того, что в России 2 миллиона долларов, вдумайтесь в эту цифру, в 2 миллиона долларов, то есть копейки в государственных масштабах, уходит на закупку чистых, химически чистых наркотиков для опытов, и это наносит ущерб казне, ФСКН пробивает и принимает поправку, которая позволяет не уничтожать изъятые партии наркотиков, а офицерам ФСКН, соответственно, их перевозить. Поправка эта прошла несколько месяцев назад. Еще на следующий день после ареста генерала Бульбова в первом чтении спокойно, единодушно, единой России была одобрена поправка другого рода, в тот же самый закон о наркотиках, в которой под предлогом того, что надо бороться не только с наркотиками, но и с прекурсорами, то есть это химическими веществами, из которых можно сделать наркотики, в число прекурсоров были записаны такие химические вещества, как серная, соляная кислота, талуол и ацетон. Помню, что серной кислоты в России производится 11,5 миллионов тонн, и вот рынок этой кислоты, ну и всего остального, ФСКН теперь формально имеет право контролировать, потому что, как написано в законе, как написано в поправке, каждый производитель всего этого добра должен там все это заносить в особые журналы и отчитываться. Как это технически себе сделать, я не представляю, потому что любой, кто был на нефтеперерабатывающем заводе или, допустим, на медно-серном ГОКе, он просто знает, что вот это добро, серная кислота, там вырабатывается тоннами, скачок напряжения, и тонна улетела в воздух. Как все это посчитать в миллиграммах, я не знаю, но перспективы открываются богатые. И вот, когда я думаю об этих поправках, то у меня ведь что возникает? Вот известно, что, к сожалению, изъятыми наркотиками приторговывают. Но чтобы законодательно это разрешить не уничтожать наркотики, чтобы ввести такую поправку, ну, помилуйте, мне кажется, надо быть как минимум вхожим к господину Черкесову. То есть это должно происходить не на уровне майора, а на значительно более серьезном уровне. И опять я уже говорила о том, что спецслужбы у нас смешиваются во все, начиная от контроля над химической промышленностью и кончая юксом, но они не выполняют своих прямых обязанностей. Смертность от передозировки единственный реальный показатель, объективный распространения наркомании в стране. смертность от передозировки в России растет и растет. В то время как у нас госнаркоконтроль занимается громкими делами, процессами над ветеринарами, процессами над химиками. В связи с этим даже просто хочется сказать, вот, конечно, госнаркоконтроль очень полезное учреждение, когда она слушает Устинова. Может быть, мы это как-то запишем законодательно? Вот, допустим, запишем, что в обязанности госнаркоконтроля входит прослушка Сечина, Устинова, Патрушева, ну и еще кого-нибудь там. А все остальное, пожалуйста, пусть не трогают, пусть не проводят поправки по неуничтожению наркотиков. И еще одно, тоже самое важное. В письме Черкесов было сказано о корпоративной чести, о том, что своих сдавать нельзя. Вот я задумалась как раз об этом тезисе, сдают или не сдают ли, извините, у меня что-то в горле першит, сдают или не сдают спецслужбы товарищи. И вы знаете, какая любопытная закономерность получается? Да, очень часто не сдают. Вот офицер ФСБ Сливкин украл человека, его не сдадут. Генералы попались на контрабанде, они останутся. А госнаркоконтроль вляпался с глупейшим делом про то, как кошки кололи кетамин. От ветеринаров не отстанут. То есть там, где речь идет о защите прав на преступление и прав на произвол по отношению к народам, тут да, тут никогда человека не сдадут. А вот если попросило начальство, или если это нужно для карьеры, то тут человека сдают. Вот даже простой пример. После чего появилось письмо Черкесова? После ареста генерала Бульбова. Какой самый важный вопрос в этой истории? Сдаст Черкесов Бульбова или нет? Товарищ Черкесов мог четыре слова написать в своем письме. Я Бульбова не сдам. Даже вместо письма мог бы написать, всем было бы гораздо интереснее. А что товарищ Черкесов написал? Он написал, что предателей в наших рядах мы будем избавляться беспощадно, но разрушать ряды никому не позволим. Вот как перевести на русский язык? Это перевести так, видимо, что если попросит Путин, то сдам. А нет, так будет честный офицер. В общем, короче, когда в Мордоре два отряда орков сражаются за кольчушку Фродо, ни на чьей стороне сочувствия не может быть. Телефон прямого эфира 36356... ой, 3659, смски 985-970-4545. И говорите о эфире. Еще раз телефон прямого эфира 363-3659, смски 985-970-4545. У меня есть еще два очень интересных вопроса, которые по интернету, которые я постараюсь объединить. Один вопрос про то, что происходит в Грузии с министром обороны Акрашвили, а другой вопрос про интервью Степашина моему коллеге, журналисту-собеседнику и писателю Дмитрию Быкову. Мол, давал Степашин это интервью или не давал. Сейчас объясню, почему я хочу эти вопросы объединить. Сначала про интервью Степашина. Напомню, что на одном из сайтов пресс-сташи.ру появилось интервью Степашина Дмитрию Быкову, отрывок из того, что должно печататься в собеседнике, в котором, в частности, было сказано, что господин Степашин не отступит от проверки НПУ Энергомаш, так и написано, мы не отступим, и что там раскопаны достаточно серьезные нарушения и задеты интересы высокопоставленных и влиятельных людей. И вот, после того, как этот отрывок появился, вдруг со счетной палаты посыпались опровержения, и сначала счетная палата, а потом и личность Степашин заявил, что он таких слов не говорил, что интервью не завизировано, что его подставили. Причем, самое смешное, что вне зависимости от того, завизированный это вариант или не завизированный, дело в том, что ровно теми же словами ситуацию с проверкой НПУ Энергомаш господин Степашин описывал на специально созванной пресс-конференции. То есть, тогда он говорил, что проверка выявила нарушение на сотни миллиардов долларов, что его аудитор Гайдуков, арестованный из-за этой проверки, за вымогательство взятки, взятки не брал, что его подставили, что его подставили те, кто хотят сорвать проверку. И, видимо, господину Степашину следовало не только опровергать свое интервью Дмитрию Быкову, но и написать, по крайней мере, в ФСБ заявление о том, что его опоили или заставили, или иным образом принудили, или вот в каком-то измененном состоянии сознания давал он эту пресс-конференцию, где все эти слова говорили. Напомню, что случилось, собственно, со Степашином. Со Степашином случилось то, что он три раза поменял свое мнение по поводу проверки НПУ Энергомаш. Сначала был арестован с поличным, вернее, не с поличным, а посредник был арестован с поличным, а уже по показаниям посредника был арестован инспектор счетной палаты Гайдуков, который вымогал с Энергомашей 7 миллионов евро. Степашин сказал, что эта операция совместная с счетной палатой. Потом Степашин перевернулся на 180 градусов и сказал, что сотрудника его подставили, а проверку НПУ мы будем продолжать, и потом Степашин развернулся еще раз на 180 градусов, когда пошли новые аресты, и уволил уже не только Гайдукова, но и курировавшего проверку аудитора Абрама. Что, собственно, из этого последовало? Из этого последовала, естественно, атака на Степашина, потому что, понимаете, когда человек вот так вот на 180 градусов поворачивается, он оказывается зайцем среди бульдогов. Вот дерутся под ковром бульдоги, а тут вдруг побежал зайц, который вертится. Это, собственно, кстати, ровно то, о чем я говорила в среде спецслужб, о том, что на самом деле не так, то уж они защищают и своих. Потому что вот есть две доблести. Доблесть защищать правду и доблесть не сдавать своих. А тут господин Степашин, совершенно точно перевернувшись три раза на 180 градусов, один раз сказал неправду, по идее не может все время правду говорить, потому что у него правда разная. И совершенно точно господин Степашин своих не защищал. Теперь вопрос, могу ли я уважать Степашину после этого. Ну, строго говоря, я его не уважала и до этого, потому что он ровно на том же вылетел из кандидатов в президенты. И вот тогда назначили Абрамович, Ельцин, собственно, Абрамович и Ельцин его назначили, чтобы он дрался против Лужкова с Примаковым. А он пришел в отечество всю Россию и говорит, а можно мне быть в списке. Как я уже сказала, есть два качества, верность правде и верность друзьям. Вот все пофигу, а я говорю правду. Или вот все пофигу, пусть он не прав, но это мой друг, мой подчиненный. И за неделю было продемонстрировано Степашином отсутствием и того, и другого. Так вот, собственно, теперь возвращаясь к политическому клону Степашина господину Акрашвили. Почему эти две истории объединило? Потому что у нас тут вот по поводу Акрашвили все так глазки попрятали наши либералы. Ой, он в тюрьме признался, что он оклеветал Саакашвили, нехорошо это попахивать троцкиско-бухаринским процессом. А, господа, троцкиско-бухаринский процесс это когда ты признался, а тебя из тюрьмы не выпускают. И ты на суде признаешься, а теперь потом еще и расстреливают. А как это и признался, и потом едешь домой, и отказываешься говорить с соратника, это значит, ты не бухарин, ты Степашин, ты то самое, чем господин Акрашвили обозвал когда-то свое собственное грузинское вино. Помните, назвал он ее, кажется, фекалиями. Что произошло с господином Акрашвили? Он полностью вычеркнул себя из политики. Сначала на посту министра обороны еще несколько лет назад он делал заявление о том, что типа буду Новый год праздновать с Хинвали. Это заявления были по крайней мере безответственны не потому, что у Грузии не было сил завоевать Схинвал, а потому что было достаточно очевидно, что они идут вразрез с политикой Саакашвили. Политикой Саакашвили была максимальной экономической открытость Грузии и либерализации экономики. В этих условиях воевать страна не может. Тем более воевать с маленькой, но отчаянно гордой, непризнанной республикой. Какие бы там тараканы не бегали в голове в руководство этой республики, а там большие тараканы у этого руководства бегают, было ясно, что если Грузия начнет воевать с Осетией, то она, конечно, Схинвал завоюет. Но она при этом положит гораздо больше своих граждан и убьет гораздо больше мирного населения, чем это позволительно для страны, которая хочет быть демократической. И делая заявление, что Новый год я буду встречать в Схинвале, господин Акруашвили, мягко говоря, как я уже сказала, шел вразрез со всей политикой Грузии. Он был уволен, в сущности, за это. И дал пресс-конференцию, на которой стал окончательным оригинальным политиком, заявив что-то типа, что вот в Саакашвили есть миллиарды долларов, и что меня нанимали, что Саакашвили предлагал мне устранить в Саакашвили. Ну, просто по образцу Литвиненко, по образцу тому же, который Литвиненко делал заявление. Потом его арестовали, он сразу от всего отказался, его отпустили. Отчего я должна испытывать к нему сочувствие? Я к Степашину испытываю сочувствие? На Степашину что, доверишь, он переворачивался ко мнениях? Я к Миронову испытываю сочувствие, что он Ройзмана сначала внес в список, а потом выкинул? Нет, он сам такой, он себя показал. На Курашвили довели, заявили, вышел из тюрьмы, пройди обследование, подними крик. Даже если, помните, такой болтающий Иван Рыбкин в абсолютно такой же ситуации, когда, помните, он исчез перед президентскими выберами, потом появился, и хотя там была очень темная история, все-таки он собрал себе какие-то остатки мужества и что-то пролепетал про какие-то спецслужбы, что ему похитили, что ему угрожали. Как довели на Акруашвили? Семье угрожали? Вывези семью за годя. Ему лично? Просчитывай риски, не сдавайся. Выпустили под залог Ари. Видимо, Акруашвили достаточно соображает, если не дает к себе допустить врача, который освидетельствует его на предмет, там была психотропка или не была, потому что ясно, что через некоторое время заявит, что была. Так вот, еще раз, я не вижу, почему я, как Акруашвили, полностью себя дискредитировавшему, в этой ситуации должна испытывать хоть сколько-нибудь большее сочувствие, чем к Степашину или Миронову. Я не вижу никакого сходства с бухаринским процессом. О том, чем для Грузии эта история опасна, после новостей. Добрый вечер, в эфире Юлия Латынина, телефон прямого эфира 363-36-59, смс-ки 985-970-45-45. Еще раз повторяю, телефон смс-ок 985-970-45-45. Перед новостями я говорила о сходстве между господином Степашиным и господином Акруашвили, которые переворачиваются за некоторое время на 180 градусов в своих мнениях, и о том, что в силу естественных человеческих чувств я лично не испытываю симпатии ни к тому, ни к другому. Я хочу добавить к этому, что Грузия в результате всех этих историй находится в абсолютно критической ситуации. Она находится в критической ситуации не потому, что ей угрожает оппозиция, а потому, что у Саакашвили очень мало выбора, и ситуация, в которой его загляли, в принципе чудовищна. Если он уничтожает оппозицию, которая ведет себя не просто вызывающе, а очень маргинально, и речь идет, конечно, прежде всего не о господине Акруашвили, а о Бадре Патаркацашвили, реальном и серьезном грузинском оппозиционере, который стоит за спиной Акруашвили, то этим сам Саакашвили уничтожает демократию, потому что демократия это никогда голосует большинство, а демократия это уважение к меньшинству. А если Саакашвили не уничтожает Бадре, он показывает свою слабость, а это в молодых демократиях не прощается. Вот этот раунд с обвинениями Акруашвили можно констатировать, что Саакашвили выиграл. Он выиграл его на грани фола, а его противники были за гранью фола. Он раздавил Акруашвили и его отпустил. Но сколько раз можно выдержать такие раунды и сколько можно ставить такие подножки в соседней стране, пока она не поскользнется, я не знаю. Еще меня тут просит прокомментировать освобождение Урусхана Зязикова, который был отпущен в Ингушетии. Это дядя президента и начальник охраны, и отец начальника охраны президента Зязикова. Он был отпущен в Ингушетии накануне уразы Байрама. Было сказано, что в результате спецоперации поверить в это трудно. В прошлый раз, когда похищали родственника президента, это был его тесть и тесть прокурора республики. Там очень много родственников у Зязикова занимали какие-то должности. Так вот, в прошлый раз, когда похищали Магомеда Чехкиева, заплатили за освобождение 5 миллионов долларов и назвали, это тоже сказали, что спецоперация, и что освобожден бесплатно. Почему 5 миллионов долларов? Потому что у нас спецслужбы забывают то, что они говорили в прошлый момент времени. У нас эта система обладает тем, что математики называют марковской памятью. Она себя не помнит. И спустя некоторое время после этого, после ликвидации Абухавса в Хасавюрте, ФСБ же опубликовало данные о том, что Абухавс в мае получил 5 миллионов долларов за какого-то важного заложника, освобожденного в Ингушетии. Поэтому можно себе представить, что в этот раз дело решалось чисто бабками. Сколько сказать трудно. В Ингушетии называют цифру 25 миллионов. Зная страсть к Абхазу преувеличением, я думаю, что это, конечно, преувеличенная цифра. Но, с другой стороны, Руслан Бек-Зязиков, начальник охраны президента Зязикова, человек, как считается, не бедный. Когда о нем говорят в Ингушетии, сразу вспоминают и пропавшие паводковые деньги, пропавшие боевые деньги. Напомню даже, что министр, бывший глава МВД Ингушетии, господин Хамхоев, когда его уволили со своего поста, дал интервью, в котором говорил, что платил ежемесячно семье Зязиков от 30 до 60 тысяч долларов, а боевые распределял исключительно так, как ему велели Зязиковы. Боевые – это те самые деньги, которые полагаются якобы мирной Ингушетии милиционерам за операции, и милиционеры этих денег не получали, в связи с чем милиционеры устраивали забастовки. То есть полный какой-то харс. В нашей мирном Вухенвальде палачи бастуют, потому что не заплатили за выдранные зубы. Были у меня у знакомых предположения, что, дескать, боевики освободили Зязикова-старшего в обмен на вывод войск. Должна разочаровать. Были официальные сообщения, что внутренние войска выводятся из Ингушетии. Должна разочаровать авторах таких предположений дважды. Во-первых, войска как стояли, так и стоят. Я не знаю, почему были заявления. А во-вторых, понимаете, у обеих сторон все просто. Бабки. И какой там к черту народ? И вообще в этой связи не лишне заметить, что я, конечно, понимаю, что это не коррупция в Ингушетии умножает число боевиков. Но следует понимать, что когда у вас есть очень коррумпированная власть, у которой пропадают и паводковые, и боевые, и когда у вас есть люди, которые бегают с автоматом, то люди, которые бегают с автоматом, всегда найдут возможность изъять часть паводковых и боевых в свою пользу. Телефон прямого эфира 363-36-59, смс-ки 985-970-45-45. И говорите в эфире. Алеш? Да-да. Юля? Да-да. Здравствуйте, Аркадий Москва. У меня к вам такой вопрос. Скажите, вот все вот эти сейчас в высших эшелонах скандалы о коррупции, аресты и так далее, и так далее, вот в предвыборной ситуации для Путина, насколько это выгодно? Мне кажется, происходят какие-то либо перемены вот этих эшелонов верхних для того, чтобы войти потом в следующий, ну, в будущее уже с какой-то новой командой, ибо вообще непонятно, зачем это делается. Ну, я уже говорила, что эти скандалы играют роль в разделении властей, и они вовсе не приведут к какому-то краху власти, потому что это ровно тот инструмент, который использует власть, который использует, насколько я понимаю, президент Путин, для того, чтобы быть осведомленным во всем том зле, который творится в государстве. Что касается предвыборных трюков, у меня тут вот еще просьба прокомментировать повышение цен. Комментировать я не буду. Цены в России повышаются, повышались до выборов, причем достаточно существенно, повышаются сейчас и будут повышаться после выборов. Цены повышаются, потому что в России огромный избыток нефти, долларов, и хода бедно растут зарплаты и растут пенсии. В таких условиях цены всегда повышаются. И когда люди, хорошо одеты, с вилами в Ницце, пытаются в рамках предвыборного пиара партии, которые и так набросают столько, сколько надо, пытаются объяснить, что вот мы сейчас будем бороться с повышением цен и пытаются предстать каким-то гибридом Камилы Демулены и господина Троцкого и рассказывают, что вот сейчас будем бороться со спекулянтами, ну, выглядит это, по крайней мере, комично. Телефон прямого эфира 363-36-59 и смс-ки 985-970-45-45. Еще раз повторяю, смс-ки 985-970-45-45. И говорите в эфире. Алло. Да-да. Здравствуйте. Борис, из Москвы. Вот сейчас происходит такая вещь, что вот со всех каналов, там и в прессе, вот людей как бы вот ориентируют на то, что вот Россия встает с колен, вот мы гордимся, вот великая страна. Я вот ездил за границу, вот в Испанию, да, отдыхать, там у нас, так вот, есть на севере русский курорт, Лапинедо, как бы, салон, многие ездили. И южные курорты, там, Марбея и прочее. Вот, я хотел что сказать, вот, во-первых, Гордеев говорит, что там цены два раза выше на продукты питания, это вранье, там цены приблизительно такие же, как у нас. А во-вторых, там вот люди живут абсолютно уверенно, свободно и не так, как у нас, выживают. Потому что, чем мне годится, то, что у нас пенсионеры на свои несчастные крохи выживают, что два работающих человека с двумя детьми сладят концы с концами, не могут их не... Спасибо. Если можно, последняя фраза и последний вопрос. и я хотел бы вас спросить, вот вообще, кто определяет положение, как, вот, кто определяет вообще, не знаю, философских вопросов и риторических, положение в обществе, лидер или само общество? Спасибо. Что было раньше, курица или яйцо? Знаете, такой взаимообразный процесс, но вы, собственно, затронули очень важную историю, историю о том, чем определяется наша внешняя политика. На мой взгляд, она определяется странным желанием внушить, с одной стороны, что мы велики, а с другой стороны, что нас все не любят. Мне знаете, что наша внешняя политика напоминает? И вот рассуждение о том, что мы велики, потому что нас не любят. Вот представьте себе, спрашивают девочку, почему она получила двойку по математике в школе. И девочка говорит, что, ну, я получила двойку по математике, потому что учительница меня ненавидит, а вот Саше поставили пятерку, хотя он математики ни черта не знает, но у него отец крупный начальник, а вот Вите поставили четверку, хотя он ни черта не знает, потому что он заплатил 30 тысяч долларов. И вы знаете, самое смешное, что девочка, наверное, в деталях может быть права. И Саше могли прибавить оценку, потому что отец крупный начальник, и Вите могли прибавить оценку, потому что он заплатил деньги, а уж девочку с таким настроением учительница точно ненавидит. Но проблема в том, что ее высказывание паранойя. Паранойя не потому, что она не точна в деталях. Паранойки как раз в деталях обычно очень точны. А потому что вместо того, чтобы потратить душевные силы на то, чтобы учить математику, девочка тратит душевные силы на то, чтобы объяснить, как ее все ненавидят. Вот во время президентства Путина, как я сказала, случилось две странные вещи. С одной стороны, нам стали объяснять, что Россия великая. С другой стороны, нам стали объяснять, что вот решительно все нас не любят, начиная от США и кончая Грузией в Эстонии. Но нас действительно сейчас, наверное, мало кто любит, потому что отношения между странами, точно как же отношения между людьми, это процесс, знаете, такой, в котором не существует позиции, независимой от наблюдателя, не существует позиции, независимой от другой стороны. То есть, если я говорю слишком сложно, по-простому, если ты говоришь Пете, что Петя козел, то вряд ли Петя тебе скажет в ответ, что, слушай, а ты какой замечательный человек. Как только кого-то начинаешь называть желтым земляным червяком, как правило, отношения между вами портятся, и что было раньше, курица или яйцо, сказать трудно. Но вот что можно сказать совершенно наверняка. Я уже как-то приводила этот пример, но он важный, я вам приведу еще. Вот представьте себе, приходите вы в какую-то фирму и начинаете спрашивать ее сотрудников о том, что они думают об окружающих. Вы спрашиваете Витю, вот что ты думаешь об окружающих? Витя говорит, я не знаю, я занимаюсь работой, и мне на них плевать. Вы спрашиваете Петю. Петя говорит, ну все неприличные люди, но вот Максим, сволочь, он у меня жену вел. Вы спрашиваете Наташу, Наташа, а ты что думаешь об окружающих? Наташа говорит, ну вот все неприличные люди, но вот Машку я не люблю. А почему ты ее не любишь? А я ее просто не люблю, вот терпеть не могу. И, наконец, вы доходите до какого-нибудь, допустим, Савелия, и Савелий вам говорит, ой, они все сволочи, они меня не любят. Ну ясно, что с Савелия просто надо выгонять вза шеи, потому что человек может по-разному относиться ко всем окружающим. Он может их всех любить. Он может кого-то не любить за дело. Более того, он может кого-то не любить без дела. Ну вот просто, ну человеческая психика так устроена, нос его мне не нравится. Ну как только человек, вместо того, чтобы говорить, я его не люблю, начинает говорить, он меня не любит. А у этого человека тяжелый случай паранойи. Вот самое страшное, что происходит сейчас в России, это то, что нам создают не такие условия, при которых мы начинаем учиться математике, строить лучшее общество, делать себя лучше сами, а при которых нам объясняют, что ничего этого нам делать не надо, потому что все вокруг кругом враги, мы и так сами самые лучшие, но враги нас не любят. Телефон прямого эфира 363-36-59, смски 985-970-4545. И говорите в эфире. Алло. Да-да. Юлия, скажите, пожалуйста, а не ко дню рождения Путина повысились цены? По-моему, это проделки либералов. Это будет бесконечно, потому что у нас настоящая демократия. Понятно вам? До свидания. Ну вот видите, проделки либералов, я думаю, что либералов по этому поводу, оставшихся. Конечно, надо посадить в тюрьму, конфисковать все у них, что есть, и уж применить, как и большевики в подобных случаях, применяли такую административную меру, как расстрел. Если вы не знаете, вот большевики в 2018 году, когда в городах исчезло продовольствие, а продовольствие исчезло потому, что каждый человек, привезший продовольствие в город, был объявлен спекулянтом и мешочником. Даже если он привез это продовольствие для своей семьи. Продовольствие исчезло. Но к спекулянтам и мешочникам, если они везли продовольствие, применяли административную меру по отношению к расстрелу. Ну, вообще, мы движемся в этом направлении. Я должна слушателю успокоить. К либералам активно применяются меры. Я вот даже могу рассказать совершенно замечательную историю, которая, например, творится с одним из самарских журналистов, с издателем «Новой газеты в Самаре» господином Курт Аджиевым. История фантастическая, которая началась с того момента, как в Самарскую область, пришел господин Артеков, который, если вы помните, он был назначен, бывший глава автоваза, соратник Чемизова, то есть назначен в рамках чекистской экспансии в область. Вот что происходит, когда генералы КГБ становятся губернаторами? А тут происходит следующее. Дело в том, что дочка господина Курт Аджиева, не сам он, а дочка, 18 лет, участвовала в качестве организатора в марше другой России. Так только она поставила свою подпись, сразу на перекрестке к ней, стоявшему рядом с ней ее приятелю, подлетели менты и сказали, что дочка наркоманка, а приятель только что украл мобильник. И стали их обоих заметать. По счастью, дочка успела позвонить папе, приехал папа, вступился за дочку, но тут начались неприятности у папы. Теперь у папы конфисковали работники управления по борьбе с организованной преступностью, вдумайтесь в это. Ничего-нибудь о организованной преступности. Конфисковали редакционные компьютеры со словами, что на них установлены нелицензионные программы. Параллельно работник тоже из управления с организованной преступностью пришел в типографию и потребовал, не знаю, как, может быть, в рамках борьбы с пиратством, расторгнуть договор типографии с печатающейся новой газетой. Параллельно потребовали, попросили лишить новую газету в Самаре лицензии на печатание. Параллельно, что самое интересное и что самое замечательное, и уж, конечно, свидетельствует о непреклонном росте борьбы с организованной преступностью и приравненным к лейлиберализмам, пришел тоже работник Рубопа в редакцию и сказал, что все гранки новой газеты перед выходом в свет он, этот, не знаю, майор, он или подполковник, должен просматривать. Ребята, если так активно борется с организованной преступностью в Самаре, наверное, все другие вопросы уже решены. Так я, собственно, это почему рассказываю? Что вот это все к вопросу о наступлении чекизма и к вопросу о выборах. Потому что все понятно, что происходит. На выборах поставлена задача, что новый губернатор от чекистов должен Единой России показать еще больше голосов, чем в соседних регионах. Вообще-то это можно делать старым добрым способом, путем вброса бюллетеней. Но, видимо, никакая деталь не бывает лишней, и это также производится путем зачистки информационного пространства. Что народ, особенно самарский народ, он там не глупый, может озвереть и, наоборот, накидать Единой России меньше, это, как я понимаю, сторонникам чекистского крюка, который спас Россию, не приходит в голову. Но так или иначе, вот такая замечательная история времен борьбы с либерализмом, ростом цен и организованной преступностью. Телефон прямого эфира 363-36-59, смс-ки 985-970-4545. И говорите в эфире. Юля, добрый день. Полина Львовна, Москва. Я из больницы, но слушаю вас вот с сотрудниками, с друзьями по несчастью. Скажите, пожалуйста, вопрос, в каком состоянии Павел Басанец, как спасать будет журналистское сообщество Андрея Новикова из Рыбинска, и как судья Букреев, который засудил Боданова. Спасибо, желаю успехов. Вы знаете, к своему стыду, не знаю, в каком состоянии Павел Басанец, видел только то же, что и вы по новостях. На что Павел Басанец, это сотрудник службы, если я правильно помню внешней разведки, в любом случае сотрудник внешних спецслужб, который на встрече ветеранов сказал, обвинил Путина в том, что он разрушил Россию. У Басанца были очень странные взгляды, их можно было сформулировать так, как за Сталина и за Политковскую, в огонь против Путина. Вот, и поскольку этот человек изнутри спецслужб, видимо, ему не простили, некоторое время назад его довольно серьезно притравили. Что касается дела судьи Букреева, который посадил Боданова, опять же, у меня нет о нем последних сведений, знаю, так же, как и вы, напоминаю слушателям, что судья Букреев, просто было, люди из спецслужб поклялись, что они от него не отстанут, и он угодил под следствие за дело о взятке, что, казалось бы, само по себе несложно, да, но судья, ну, наверное, там чего-то брал, но там совершенно поразительные обстоятельства, при которых эта взятка якобы была ему дана, если говорить очень коротко, он не взят с поличным. А вместо этого есть заявление одного из людей, проходивших под судимый по другому делу, к которому совершенно господин Букреев не имел отношения, о том, что он принес эту взятку Букрееву, и есть результаты, то есть он эту взятку Букрееву принес, спокойно с чемоданом вышел, туда за ним никто не зашел, после этого через месяц, если я не ошибаюсь, скрыли ячейку, которая принадлежала сыну Букреева, нашли там якобы 8 купюр из этой взятки, после чего не изъяли эти купюры, а переписали их номера и закрыли обратно ячейку, а через месяц пришли опять и сказали, вот, купюр в ячейке нет, но номера их есть, и вы знаете, судья Букреев был арестован. То есть, ну, все мы знаем, что если брать человека с поличным, это не так уж сложно. А тут как-то вот очень странная история получается. Есть еще одна история, на которую я хочу ответить, если я успею. Это после того, как я прошлась по поводу 11 сентября, и того, и американских сумасшедших маргиналов, которые утверждают, что Белый дом сам взорвал башни-близнецы, мне посыпалась куча писем сторонников конспирологии, которые мне объясняют, что вот почему это я оправдываю американцев, а наши русские спецслужбы все время объявляют, все время обвиняют. Поэтому очень коротко постараюсь сказать, что очень важно. Первое, что история 11 сентября – это центральная история для американского сознания. Это история, которой посвящены десятки исследований, сотни фильмов уже и книг. И любому человеку, который хочет в ней разобраться, это сделать несложно. Не надо равнять эту историю с русской историей, где нет ни одного серьезного расследования правительственного по Норд-Осту, нет ни одного серьезного правительственного расследования по взрывам на Кошерке, и вообще люди, которые взорвались на Кошерке, их тела до сих пор лежат неопознанные в морге, потому что, дескать, нет денег на ДНК. На расследование ДНК. Второе. Американцы – жуткие сутяги. Существуют десятки родственников, жертв 11 сентября, там погибло, если я не ошибаюсь, 2972 человека, которые подали в суд на правительство США, и ни один из этих родственников не подал в суд, что правительство взорвало башни саму. То есть все эти люди, которые непосредственно связаны с трагедией, для которых это вот не фуфло какое-то, не маргинальный стёб в интернете, эти люди не подают иски. Никакие серьезные политики об этом не говорят. Никакие серьезные инженеры и архитекторы об этом не говорят. Но об этом очень много говорят люди в интернете, всякие озабоченные ситизены из Оклахомы, которые… Замечательно, что они об этом говорят. Потому что, как я уже сказала, то, что они об этом говорят, это результат того, что Америка этим страшно озабочена. Это вот как с раком. Существует сотни клиник, где борются с раком, и поэтому, естественно, существует куча людей в интернете, которые предлагают лечить рак бензином. Но самое главное что? Есть перечень вопросов, которые эти люди задают. Якобы серьезных вопросов. Вопросы эти, например, звучат так. Вот почему вы нам рассказываете, что башни-близнецы расплавились при температуре горения керосина, если керосин горит 1100 градусов, а плавится сталь при полутора тысячах? Ответ очень простой. Ответ многократно дан в десятках исследованиях. Ответ звучит так. Мы не говорим, что сталь расплавилась. Мы говорим, что она деформировалась. Процесс ковки стали, слава богу, известен. С прадедовских времен и проблема заключается в том, что те стальные колонны, на которых висели стальные полы перекрытия, на которых, собственно, опиралось здание, что произошло? При нагревании стальные перекрытия деформировались, нагрелись, стали расширяться. Расширяться им было некуда. Они провисли. Провиснув, они потащили за собой стальные колонны. Деформировавшиеся из-за нагревания стальные колонны начали прогибаться, и дальше в один момент пошел процесс. Приблизительно то же самое можно говорить по поводу замечательных вопросов. Вот тоже в интернете спрашивают. А почему в здании, ниже тех этажей, которые рушились, слышались хлопки и взрывы, как будто здание взорвали изнутри? Ответ. Потому что рушившееся здание действовало, как поршень, которая выдавливает воздух, и внизу мгновенно повышалось давление, и из-за этого давления вылетали стекла, и слышались вещи, похожие на взрывы. И почему я все эти ответы пересказываю, что этих ответов до хрена? Эти ответы можно найти, если хочешь этим, даже не серьезно, а сколько-нибудь, вот просто тебе интересно, не на уровне трепа. И я ни разу не видела в интернете у маргиналов, которые любят рассказывать о том, как ЦРУ взорвало здание 11 сентября, полемику с этими ответами. Они всегда начинают с чистого листа. Они всегда рассказывают, что рак нужно лечить бензином, и что, как вы нам объясните, что сталь якобы расплавилась при 1100 градусов. Никогда они не вступают в полемику. Нежелание вступать в полемику – это признак маргиналов. Всего лучшего. До встречи.